Городские очередники, ожидающие предоставления квартир, могут подать заявление на предоставление участков земли под индивидуальное жилищное строительство. В Петербурге приступили к выполнению наказа президента. Как сообщила на заседании правительства в Смольном вице-губернатор Людмила Косткина, на землю под дачные участки сейчас претендует 8600 городских семей. Тех, кто стоит в очереди на квартиру, но желает получить землю под строительство дома – 1200 семей. Закон о поправках в Земельный кодекс России и закон о содействии и развитии жилищного строительства подписал этим летом президент Дмитрий Медведев. Согласно новациям, российские семьи с тремя и более детьми смогут бесплатно и без торгов получать земельные участки, которые можно будет использовать для индивидуального жилищного или дачного строительства. Впрочем, председатель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Валерий Калугин уверен, ресурсы Петербурга крайне ограничены. Город сможет своими силами подобрать максимум 1000 участков для выделения их многодетным семьям. До декабря в Петербургский парламент будет внесен законопроект, регламентирующий порядок и нюансы выделения городской земли многодетным семьям. Сейчас этот документ находится на согласовании в профильных комитетах Смольного. Всего в Петербурге насчитывается свыше 14 тысяч многодетных семей. Согласно законопроекту, в Петербурге и Ленобласти выделять будут по 12-15 соток. Если в самом городе недостаток земли есть, то в Ленинградской области таких проблем не существует. Еще в конце прошлого года экс-губернатор Валентина Матвиенко заручилась поддержкой на то главы Ленинградской области Валерия Сердюкова. По его словам, проблем с наделением питерских многодетных семей землей нет. В области уже два года работает закон о предоставлении земли различным льготникам. Механизмы взаимодействия и необходимый городу земельный пул должна выработать совместная рабочая группа Петербурга и области, которая уже начала работать. Но пока что Ленобласть подобрала лишь порядка 50-100 наделов, которые в перспективе могут быть переданы северной столице. В основном это пятна в удаленных районах. Помимо этого, законодательство сейчас не предусматривает земельный обмен между субъектами России. Кроме того, очевидно, что Петербургу придется вкладываться в инфраструктуру выделяемых в Ленобласти земель. Все эти факты могут замедлить исполнение закона. Татьяна Козырева и Роман Рожков.